Возгорание на бывшем заводе фосфор и выбросы предприятий. В Тольятти прошло первое заседание экологического совета. В городской администрации появился новый совещательный орган. В обсуждении под председательством первого заместителя главы города Игоря Ладыки приняли участие представители управления природопользования и охраны окружающей среды. Тольяттинская гидрометобсерватория, ученые и общественники. Центральной темой дискуссии стала проблема возгорания на территории бывшего завода фосфор. Только за минувший месяц пожарная служба выезжала сюда не менее четырех раз. Крупный пожар произошел в середине июля. Охватил площадь более чем в 200 квадратных метров. Сейчас готовится план реновации площадки. Игорь Ладыка сообщил, что сейчас выбирается способ утилизации отходов фосфора и продумывается привлечение на промплощадку инвесторов. Еще одна тема совещания – выбросы промпредприятий. Руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды Надежда Павлинова отметила, что ежедневно отбирают пробы воздухомобильная экологическая лаборатория и стационарные посты, в том числе по сигналам горожан. Результаты исследований в режиме реального времени можно увидеть на портале «Экологический атлас Тольятти». Отметим, что в период неблагоприятных метеоусловий, которые способствуют накоплению в воздухе вредных веществ, предприятия получают сигнал к усилению производственного экологического контроля. Тем не менее, только в июле экологи выдали 110 предупреждений компаниям, которые не снизили выбросы в период неблагоприятных метеоусловий. Если в течение 60 дней предприятие не исправится, их ждет административная ответственность. Продолжение следует...